Все, они все спрашивают. Мы говорим, что у нас есть валюта, все у нас есть. Все нормально, валюта есть. Бибигуль работает кассиром в одном из обменников города. Говорит, сегодня спрос на иностранную валюту действительно вырос. Потому в обменнике стараются иметь запас наиболее популярных у населения денег. Но несмотря на это российских рублей все же на всех желающих не хватает. Российские деньги раскупают уже в первой половине дня. Анастасия Белобородова такому положению дел рада. Говорит, сейчас появилась возможность помогать родственникам чаще. У нее в России живет брат, которому Анастасия регулярно отправляет денежные переводы. Для нее стоимость рубля очень привлекательна. Летом он стоил 5, грубо говоря. Сейчас он стоит 3. Конечно, нам выгоднее поменять свои деньги, отправить им как помощь. Потому что мы можем и валюту сейчас у нас так же, она намного дешевле, выгоднее. Они там получат по своему курсу намного выгоднее деньгами. Профессор и доктор экономических наук Валерий Бирюков не скрывает свои деньги. Он привык держать только в национальной валюте. Так он советует поступать и другим. Говорит, только тогда можно удержать национальную валюту на плаву. Если сегодня все скинутся покупать доллары, значит доллары автоматически в цене будут расти. А тенге автоматически в цене будет падать. У нас существует валютный курс, у нас существуют рекомендации правления Национального банка, по которому курс тенге может колебаться в пределах 2-3 тенге. Это что касается курса доллара. Поэтому цена на доллар будет зависеть от нашего с вами поведения. Специалист уверен положительно. На экономике нашего государства не скажутся и покупки казахстанцев за рубежом. Они покупают продукцию не отечественного производства, а зарубежного производства. И прежде всего это влечет за собой утечку капитала. Зарубишь. Ничего хорошего для национальной экономики здесь не. Понимаете, даже вы когда доллары покупаете, вы тем самым работаете на американскую экономику. Вы когда покупаете доллары и храните у себя доллары, вы тем самым работаете не на тенге, не стабилизацию тенге. Вы просто работаете на национальную экономику, а Америка просто печатанием денег занимается. Потому что все деньги в наличном оседают у нас на руках. Несмотря на высокий спрос, сегодня в городе дефицита какой-либо валюты в обменных пунктах не наблюдается. Есть и доллары, и евро, и российские рубли. Специалисты заверяют, процесс девальвации тенге сегодня Казахстану не грозит. Но спровоцировать его могут рядовые горожане, если начнут массово скупать валюту других стран. Анна Калинина, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау.